И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать, к сожалению, на последний ролик по Формуле 2, потому что, ну, как бы вы уже все, наверное, знаете, у меня слетели все сейвы игры, ну и в том числе у меня слетела карьера, Формула 2, из грязи князя, которая... Я... очень хорошо, что давно-давно доехал, прям очень давно доехал, все записалось, да, слетела типа медалька, то, что я там был на какой-то позиции, хотя нет, вы уже знаете, что я там буду первый, потому что мы уже чемпионство оформили. Ладно, короче, не об этом у нас сейчас дело, суть в том, что Формула 2 больше не будет, последнее видео, то есть Монако, в котором должна была быть дождевая погода, должна была быть одна из гонок в дождь, ее не будет, потому что я ее тупо не ехал, потому что потом начался ОР, и я был занят тем, чтобы гоняться на уже современных болидах, и Формулу 2 я оттягивал напоследок, наверное, когда был бы перерыв у ОР, а у них там будет два перерыва по неделе во время сезона, я тогда хотел проехать в Формулу 2, но, как бы, да, игра считала по-другому и решила, что мне не надо больше ездить в 2, поэтому ее больше, собственно говоря, и не будет. Ладно, у нас завершился мой круг в квалификации, он получился достаточно плохим, и пока что он меня выводит на позицию под номером 4, но по факту мы сейчас увидим, каким я буду стартовать, когда мы посмотрим на полную стартовую решетку, где у нас на первом ряду стартует Николас Латиф и Ник Деврис. Дальше Кинг Гиота на четвертой позиции, дальше Эйткинс, это Камара, Юбер, Шумахер, то есть я, Джоу и Гелаэль, мой напарник, десятый, молодец, прям красава! Кальдерон у нас четырнадцатая, Махавир восемнадцатый, ну и Мазепин, да, вот, отец русской демократии, стартует на девятнадцатой позиции. То есть одна АРТ, вторая, я с начала, другая, вторая с конца, вот так вот у нас получается прикольно. Тактика одного пидстопа, стартуем с софта, переходим потом на хард, ну и в принципе топливо тут сливать нельзя, так что погнали. Газ ноги стартует Гран-при, Испания первая, гонка длинная, девятнадцать кругов, конечно же у меня просто ужасно стартует, потому что это тупо боты, так имбово стартует ВФ2. Я провнялся с Гуанью Джоу, но позднее торможение мне дает большой буст, я его немного оттеснил и смог его все-таки пройти. Ну и я отправился уже за Юбером, который пытается атаковать Джека Эйткина. Ну а Джоу начинает, ну, то вставать, то приближаться, как-то все очень странно. Очень боялся я то, что они сейчас вдвоем улетят, тут где-то может даже разобьются, но этого не произошло, и я решаю, да и бомбить тупо на Эйткина, он мне, конечно, места не оставляет, но я все-таки его немного оттеснив, прошел его, вышел на позицию под номером 7, и перед мной уже Антуан Юбер, его я тоже уже хотел сразу же пройти, но пока что мы посмотрим на повтор старта. Ну а в принципе все же стартовали примерно одинаково, кроме меня, ну да, кто бы сомневался. Латифи сразу же обранили позицию от Девриса, потому что Деврис стартовал плохо и не смог с ним поравняться, они вдвоем вообще входили, одинокие, в первый поворот, ну и там было несколько пар по два пилота, которые ехали бок о бок и начинали уже отставать от первой тройки, которая просто удирает от всех, да, получается. Ну и мы продолжаем мой первый круг. Седьмая патица у меня пока что, достаточно хорошо вышел на вторую прямую, слепстрим у меня тут достаточно хорошо работал, ну и все оттормаживаются прям очень рано, и я к ним, конечно, подъезжаю из-за этого, и уже я прям на хвосте у Юбера. Меня это прям очень радует, как они на первом круге очень-очень рано тормозят за километр. Но у нас будет еще длинная прямая, где у меня крылья тут стояли вроде 3.7, я это вроде помню, либо 4.8, что-то в таком роде, но переднее крыло, которое влияет по факту на скорость на прямой, оно стояло достаточно низким, поэтому у меня был хоть какой-то буст на прямой, в отличие от того же Бакрейна. Ну а на втором круге я, поставив лучший первый сектор, смог догнать Юбера, и из-за того, что они опять-таки тормозят очень рано, я не хотел вообще его проходить, но получилось так, что он затормозил прям очень рано, пришлось мне просто отруливать, чтобы в него не впилиться, ну и получилось, что я его обогнал с контактом. Дальше у нас сходит отец русской демократии, отец русской пастеронии и пародии, Никита Мазепин. Он, к сожалению, ехал-ехал, да не приехал Никита, возможно, батя забыл проплатить надежность мотора. Ладно, у нас уже шестая позиция, виртуальный сэфсикар из-за этого появился, шестой круг он нас отпускает, и на этом круге надо ехать на пидстоп. Рестарт я нахвастил с этой камеры, ну и надо уже, как я и говорил, ехать на этом круге на пидстоп. Ну, в принципе, что я и делаю, в принципе, что делает и половина пилотона. Классно в стиле Хэмилтона, не объезжая столбик, заезжаю на пид, ну и, в принципе, ничего я от этого не отыграл. Еле оттормозился, чуть не впилился в камеру, ну и просто 60 км в час полетемся по этому длинному, нудному, долгому питлейну. Я не могу представить, что было бы в Сильверстоуне, если бы я смог бы проехать целый сезон F2. Я бы, наверное, там просто сгорел бы от скорости на питлейне. Но так, ладно, пидстоп достаточно быстрый, быстрее всех, но из-за того, что с этой камеры проезжал как бы впереди, я мог бы его, конечно, пройти на пидстопе, но игра решила, что надо меня притормозить. Из-за этого я, во-первых, выхал позади него, ну а во-вторых, я еще и сам накосячил, и просто меня снесло на выходе из питлейна, и я просто очень далеко отстал. Да, пересе... эээ... пересе... че... Короче, я пересек белую линию, ну и, в принципе, кофиг. Дальше у нас продолжаются пидстопы, и я нападаю на Гиота, который выехал впереди меня, ну и, в принципе, я его смог пройти, потому что у него еще комплект непрогретый. Ну и вышел я на пятую позицию, за счет этих пидстопов я отыграла одну хотя бы позицию. Ну а дальше у меня впереди была борьба, там у нас боролись с этой камерой Деврис, и вроде кто-то из каких-то пилотов, ладно, у нас там Латифи, да, у нас два дамса борются друг с другом, но на хвосте у них уже Деврис. И тем временем у нас отъезжает вроде Джек Эйткин, которого вообще никто не трогает, и это прям самоудивительно. Деврис сразу же берется за Латифи, ну и пытается его пройти. Латифи просто начинает проигрывать все, он уже проиграл позицию с этой камере, я в хорошем стиле выхожу напрямую, за Девграви, у меня чуть не проходит Гиота. Ну а Деврис уже проходит за Латифи по внешней траектории, просто его объезжает, ну и Латифи уже опускается на четвертую позицию. Был у них даже контакт, думал, что сейчас они разобьются, но этого не произошло. Ну и я уже пытаюсь тоже пройти Латифи, думал, где бы его пройти, ну и решил вообще обгонять в самом необгонанном месте, вот в связке предпоследних поворотов. И я этого смог добиться, и он уже опустился на пятую позицию, вот так вот он за один круг проиграл сразу три позиции, ну и только на одиннадцатом круге я смог приблизиться к Деврису. Да, я смог открыть ДРС, я был очень-очень далеко, но скорость была такая запредельная, он еще и ошибся, и я, еле успев отрулить, прошел его. Это просто гениальный обгон, это очень красивый обгон, это прям выглядело очень красиво с ТВ-камеры, как Деврис ошибается, и я еле успеваю от него отрулить и его пройти. И это уже третья позиция, передо мной остается только два пилота, это Света Камера и Джордан Кинг, не Джей Кейт Кинг, как я до этого говорил, я немного ошибся. Я, кстати, уже еду с лучшим кругом, а они передо мной уже начинают бороться, шестнадцатый круг просто, наша четвертка едет очень-очень близко друг к другу, ну и Света Камера смог пройти наконец-то Джордана Кинга. Он еще и так прикольно его оттеснил, что Кинг начал закрывать за чем-то мне траекторию, хотя я уже был в его базе, ну и, в принципе, я его немного подтолкнул, в принципе, карма ему вернулась, ну и я вышел на вторую позицию, передо мной остался только Света Камера. Ну а с этой Камерой надо разбираться уже пожестче, я подрубил ДРС такой на всех своих горячих парах, пылах, просто еду его уничтожать, он смещает траекторию, мы тормозим, но он просто меня решает оттеснить, маленький контакт и я уже ни на траектории не могу его пройти. Дальше у нас уже восемнадцатый круг, предпоследний круг, ДРС, Липстрим, пытаюсь как-то к нему приблизиться, он снова начинает защищаться, оттормаживаемся мы бок о бок, но он решает перетормозить, из-за этого мне тем более не остается места, приходится мне попрыгать на этих бубликах, чуть не проиграл позицию Кингу. И он снова остается на первой позиции, но уже на девятнадцатом круге я решил, что все, вот на этот раз я тебя точно пройду, никакие твои маневры не прокатят. И я решил вообще выбирать внутреннюю траекторию и это реально сработало, он неуверенно прошел первый поворот, мы проехали бок о бок, но он все-таки уступил мне позицию, я вышел в лидеры, это просто мазь, вот так вот сюда просто. Ну и в принципе этот круг я доехал на первой позиции, спокойненько и выиграл эту гонку, да, вот так вот неожиданно я вообще вроде с восьмой позиции, или с какой я там сортовал, я выиграл вообще эту гонку. Ну в принципе сойдется, типичный я, взял, прорвался, выиграл, но дело в том, что у нас реверс на вторую гонку, я буду сортовать с позиции снова под номером 8. Кстати, еще вроде лучший круг-то остался еще и за мной, так что у меня не 25 очков, по идее 27, потому что тут вроде 2 очка за лучший круг дается. К сожалению, я уже никак не смогу заработать абсолютно все очки на этом, потому что я не завевал 4 очка, которые даются за полупозицию, к сожалению. Ну и в принципе наплевать, мы так наверное сейчас попытаемся прорваться только уже за 13 кругов, дистанция на 6 кругов меньше, не будет у нас дополнительного 500, просто на кардио будем ехать всю гонку. У нас, в принципе, подиум мог быть любым, потому что у нас 4 пилота боролись за 3 позиции на подиуме, ну и вышло так, что победил я, то бишь Мик Шумакер, вот с таким вот носом, полураздолбанным передним крылом, вот так вот все это прикольно выглядит. Ладно, вторым у нас доехал Света Камара на Адамсе, и он из, кстати, Бразилии, я что-то подзабыл, что он вообще бразилец, ладно. Ну и третий у нас доехал Джордан Кинг, вот такой вот у нас светлостый подиум, красный на фоне красного, голубой на фоне красного и голубого, ну и оранжевый, который сливается с красным. Вот так вот я все это прикольно интерпретировал. Ладно, у нас полные результаты гонки, у нас, как я и говорил на подиуме, данные 3 пилота, Шумахер, Света Камара и Кинг, дальше у нас доехал Деврис, дальше Гиота, Эйткен Джоу и Гилаэль, красава, заехал на 4 очка. В первой гонке у нас даются очки за 10 мест, в девятом у нас доехал Матюшида и только в десятом доехал Атики. Ой, сейчас бы со второй позиции на десятую упасть, буквально за несколько кругов после пидстопа, просто гениально, вот просто прям классно. У нас по контактам вот все, вы видите, что тут было и по турнире таблицы пока что я промежуточно выхожу на первую позицию даже. И мы считаем, что это финал сезона, то есть у нас 3 гонки в этом сезоне. В 2 считаем, что у нас остальные гонки отменили из-за коронавируса. Ха-ха, ай, прикольно так я отмазался, чтобы это считать за финал сезона. Ладно, у нас сейчас решается судьба чемпионского титула и гаснут огни на последнем этапе. Вот они краски, гаснут срываются, все пилоты с места, и я с 8 позиции претендент на чемпионский титул стартую самым плохим образом и сразу же уже опускаюсь на 11 позицию. Но я не сдаюсь, хочу выиграть титул, и поэтому попытаюсь как-то всех пройти, даже оттеснял латифи, его чуть не уносит в стену, и я возвращаю 2 позиции, поднимаясь на 9 строчку. Видали, как я могу комментировать, да? Все бы хотели, наверное, чтобы я так комментировал, но я не смогу так просто быстро импровизировать и так быстро подбирать слова. Ладно, у нас 9 позиция, передо мной идет борьба. Решаю, да, сразу же не церемониться ни с кем и просто идти напролом, потому что чемпионский титул, хоть я и не знаю, что тут решается чемпионский титул, но сейчас я понимаю, что он тут решается, поэтому я даю бомблю на Мэдзюши. Мэдзюши, то вот так вот я все прикольно отмазываюсь, еще отмазки себе, чтобы сделать все возможное, что я знал, что это последний этап, да? Ладно, 8 позиция, уже вернусь хотя бы на позицию мою стартовую, ну и снова на первом круге все тормозят очень-очень рано, этим я пользуюсь и уже прохожу с этой каморой, выхожу на позицию под номером 7. Вау, вот это круг просто первый, я сначала опустился на 11 боицу, потом поднялся на 7, просто гениальные обгоны, прям вообще, особенно как Латифи я обогнал. Ладно, сейчас мы завершим первый круг, мы посмотрим, конечно же, на повтор старта и на то, как я чуть ли не убил Латифи. Завершаем первый круг, на 7 боице перед моим Джордан Кинг, Джоу лидирует, ну он, по идее, не имеет никаких шансов на чемпионский титул. Кстати, у нас Гилайя стартовался полу-позишн, он проиграл данный пол, просто лошара какой-то, не мог даже поддержать соперников. Ладно, ну я тоже не лучше него стартовал, поэтому, в принципе, его можно оправдать, ну и вот так вот все это красиво происходило, как Латифи ехал боком просто. Ну, как бы, ладно, у нас там тоже ехали несколько пилотов по два в ряд, ну и вот камера с болида Латифи, как он едет, едет и уже в него прилетает просто болид примачу, красно-белый, спартак. Ну и, в принципе, Латифи уже не едет на позиции, которая должна была быть у него, по идее. Ну и на втором круге у нас сходит Эйткин, из-за этого он замедляет абсолютно всех, я прохожу сразу двоих. То есть Эйткина, который сошел, ну и Кинга заодно, потому что он застрял за Эйткином, который сходил. Повтор я даже показывать не буду, потому что вы все это видели, это не то, что у меня был флешбек, это просто следующий круг. Поставил лучший круг уже на хвосте у Гиота, пятая позиция уже у меня, ну и по внешней траектории пытаюсь атаковать Гиота. Была блокировка, но все-таки по внешней траектории я с ним легко расправился, нажал на позицию по номерам 4, ну и ролик уже, кстати, идет 16 минут, вот это прикольно. Ладно, четвертая позиция, передо мной Деврис, он на хвосте у лидирующей группы. И на десятом круге, поставив лучший круг еще раз, я подъехал к этой лидирующей тройке, ну и уже начал с ними разбираться. Деврис сразу же отлетает на первой же прямой, в первом же повороте, потому что, ну потому что я так решил, потому что они опять-таки тормозят очень рано, ну и я решил заодно его и пройти с контактом. Уже на третьей позиции я нахожусь, два лучших сектора поставил, но второй был провальный, ну и уже Гилаэль, мой напарник, сейчас будет получать от меня люлей. Пытаюсь его пройти по внешней траектории, но из-за блокировки мне приходится срезать поворот. Я, конечно, как честный игрок возвращаю ему позицию, но только немножко, потому что сразу же по внешней траектории я пытаюсь его снова пройти, но не знаю, как у него получился лучший выход, пытался его оттеснить максимально за... на всю траекторию, вот так вот я все предлоги перебрал. Ну и, в принципе, ехав бок о бок, я его максимально пытался оттеснить за пределы трассы, ну и, в принципе, смог хотя бы отбить свою вторую позицию, точнее выйти на вторую позицию. Ну и на последнем круге мне осталось пройти только Джоу, чтобы снова победить. В принципе, я это смог сделать, потому что на последнем круге, так же, как и на СТК-мару в прошлой гонке, я его обгоняю и выхожу на первую позицию. Че, правда узнали, как надо прорываться, а? Ну, в принципе, я так и доехал на первой позиции этот оставшийся круг, и это две победы за две гонки в Формуле 2 с реверсом, и обе, кстати, с восьмой позиции. Так что, у меня просто идеальная гонка, если бы еще взял бы пол, это было бы вообще идеально, я еще и лучший круг снова зарабатываю, так что, мне не хватает четырех очков, чтобы собрать все возможные очки на данном этапе. То есть, вы понимаете, если... То есть, я получил 25 плюс 2 на прошлом этапе, сейчас я не помню, сколько дается за победу, вроде 15 дается за победу во второй гонке, плюс еще 2 очка, вроде, то есть, еще плюс 17. Ну, и мне не хватило буквально четырех очков, чтобы собрать просто какой-то гипер-супер-мега-большой шлем, ну, прям, не знаю, наверное, сейчас гении математики у нас все это посчитают в комментариях, хотя, меня и так в ролике никто не смотрит, кроме Аора, о чем я говорю вообще, кто будет сейчас считать? Ладно, короче, у нас подиум, у нас две прямые на подиуме шок-контент, причем у нас очень прикольно то, что очень экзотические национальности присутствуют на подиуме, то есть, Шумахер, то есть, ну, немец, ну и вроде, Гуаниджоу это Китай, коронавирус, шутки, ой, уже две шутки про коронавирус в этом этапе, прикольно, да? Ну, и Гелаэль, я не помню, он откуда, он вроде из Индонезии, вроде он не из Монако, но вроде из Индонезии, ну, по нему видно, что вроде откуда-то оттуда, ладно, не буду говорить, кто он, ладно, у нас результаты гонки, я, как и говорил, да, получаю 17 очков, на 5 больше, чем Джоу, кстати Кстати, как я и говорил, Гелаэль прямо очень много очков набирает на этом этапе, дальше Гавриис, Геотто, Сетекамара, Кинг и Матюшита замыкают очковую зону Кстати, Латифи на этом этапе набрал только одно очко, потому что он только в первой гонке приехал, 10-й или он 11-й приехал, я буквально 5 минут назад говорил, каким он приехал, уже забыл, просто гениально Ладно, в любом случае, просто Латифи на этом этапе все слил, ну и в принципе по турнирам таблицы вы сейчас все видите Я становлюсь чемпионом, еее, просто, второй у нас Деврист, дальше Сетекамара, Лука Геотто, Гуаню Джоу, Николай Латифи, Джордан Кинг, Луиз Делитрас, Джек Эйткин, ну и Гелаэль 10-й, он на этом этапе просто заработал большинство своих очков У нас Махавиран Кухонодан, к сожалению, проваливается вниз относительно Татьяны Кандерон, она его проходит, ай-яй-яй, как плохо Ну и в кубе конструкторов чемпионами у нас становятся Дамс, вторые у нас Прима, то есть команда, за которую ехал я, ну и третья у нас Универтуозер Вот все результаты уикенда, к сожалению, у Латифи как раз-таки 4 очка, у него 5 очков за этот уикенд, не угадал я немного, забыл Квалификацию посчитать, ну и вы, в принципе, все видите перед своими глазами Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели F2, потому что F2 набрала намного больше просмотров за свои 2 ролика, чем карьера Ну и все, на этом у меня точно вот теперь все, не буду больше ничего говорить, всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok